Там, где нет дорог, участники экспедиции на восток сделали остановку в Новом Рингое. Масштабный проект под руководством петербургского конструктора и исследователя Алексея Горгашьяна стартовал 14 апреля в Архангельске. Автономный переход на вездеходах по бездорожью завершится лишь в ноябре. Финальной точкой, не имеющего аналогов маршрута, станет Петропавловск-Камчатский. Участникам экспедиции предстоит преодолеть больше 10 тысяч километров по бездорожью. Они заявили сразу на несколько мировых рекордов. Все ли идет по плану и какие впечатления у путешественников остались от Русского Севера? В репортаже Натальи Худяевой. Там, где заканчиваются дороги и начинает простираться бескрайняя тундра, уникальная экспедиция, не имеющая аналогов, стартовала в Архангельске. 2000 километров уже позади, впереди еще 8. Но в Уренгое запланированная точка основного маршрута. Сюда экспедиция прибыла прямиком из окружной столицы Салихарда. Впереди Дудинка, Норильск и самый сложный участок пути – плато Путорана. Его никто еще не проходил. Но мы попробуем это сделать. Зарекаться не будем, если это будет опасно для жизни. Там очень много водопадов, это горы. То есть дорог нет вообще, даже вертолеты его не перелетают из-за удаленности. И если это получится, будет здорово. Если нет, обойдем севером. Пока одними из самых ярких впечатлений для путешественников стали величественные Уральские горы. На своем пути участникам экспедиции даже удалось повстречать кочевников. Нам повезло очень с погодой, была шикарная погода. Мы, наверное, полдня там съемку вели, фото, видео. Очень красивые места, стадо оленей пасутся. То есть вот это, вот это да. Города красивые, люди приветливые на севере. Экстремалы планируют установить несколько мировых рекордов. Например, наибольшую протяженность сухопутного маршрута за полярным кругом. Но это будет чуть позже, пока путешественников встречают жители газовой столицы. Вопросов к тем, кто испытывает машины на прочность, много. Особенно у мальчишек. Когда мы поворачиваем, мы блокируем правый борт. То есть два правых колеса, к примеру, с направо, они стоят на месте. А два с левой стороны, они крутятся. Но это как на танке, только у вас колеса, а там гусеницы. Да, поэтому я говорю, такой же принцип, как и на гусеничных вездеходах, на тракторах, на танках. По словам разработчика Алексея Горогашьяна, вездеход легко преодолевает болота, реки, каменистую местность и глубокий снег. Без ущерба экосистеме. У него очень крепкие колеса, он хорошо по воде идет. 6 км в час только за счет колес идет по воде. Выходит самостоятельно с воды на лен. Это серьезный показатель. Да, я смотрел фильм, да. Причем без какой-либо предварительной подготовки. Просто съехал, выехал. По температурным параметрам, по минусовым, значит, и вот какие характеристики у него? У этого вездехода, скажем так, три системы отопления. Это обыкновенная печка автомобильная, потом вебаста ставится, двухкиловатный фен, как правило. И есть возможность направлять все тепло от основной системы охлаждения в салон. Финишировать экспедиция планируют в ноябре в Петропавловске-Камчатском. За это время Шерпу предстоит совершить чудо. Доказать, что бездорожья в России нет. Есть плохие машины. Наталья Худяева, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».